Всему голова. Рождение хлеба начинается в этом цеху. Первым делом заряжается тесто-мес. В чашу добавляется мука, дрожжи, вода и другие ингредиенты. Содержимое тщательно перемешивается до однородной массы. После опары останется бродить на три часа при температуре около 30 градусов. Благодаря естественному процессу батоны получаются пышные и ароматные. Выброженное тесто, загружаем в бункер, тесто-спуска. Далее наше готовое тесто поступает на деление, округление и на закаточную машину для формирования тестовых заготовок. С золотистой корочкой. В сутки здесь выпекают около 14 тысяч батонов. В топе бобруйский и аппетитный. Несмотря на развитие ускоренных технологий и насыщение рынка разными добавками, местные пекари сохраняют традиционные технологии приготовления. В рецепте исключительно натуральное сырье. Результат моей работы – это вкусный ароматный батон на столе у каждого с ароматной корочкой. Работаю уже довольно давно, 18 лет. Честно сказать, это у нас семейный подряд. Мама моя работала, потом она ушла на заслуженный отдых и пришла я. Мне очень нравится. Хлеб бородинский любимый, булковитое с сахаром, ковришко пряное, рогалики форштадские новые. На полках магазинов рай для сладкоежек. Всеми любимые ушки-завитушки кондитеры только и успевают выпекать. В сутки не меньше 300 килограммов. Наши производственные участки работают 24 часа в сутки и выпускают порядка 17 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий ежедневно. В этом году комбинат порадовал покупателей новинками. Слоёные изделия, круассаны шоколадной начинкой, хлеб с луком и морковью. Всю продукцию крупнейшего производителя хлебобулочных изделий региона можно найти в 11 фирменных магазинах и ритейлах города и района. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.